У нас в гостях сегодня еще один замечательный гость, лауреат конкурса артистов эстрады имени Бориса Брунова, солист ансамбля «Бабье лето», актер, конферансье Андрей Солей. Но сегодня в студии эфира выходного дня мы будем называть его Андрей Григорьевич, потому что вот уже несколько лет он преподает в детской школе искусств. Здравствуйте, Андрей Григорьевич. Здравствуйте, Алексей. Я очень рад, что вы пришли к нам. И сегодня я так понял, что вы заглянули к нам не просто как исполнитель, а как преподаватель детской школы искусств имени Василия Калинникова. Да. И это ваша ученица? Да, одна из. Как зовут вас? Меня зовут Варвара. Здравствуй, Варя. Очень хорошо, что ты к нам пришла. Ну, расскажите про вашу школу. Ой, так случилось, что два с половиной года назад я стал Григорьевичем. Вот был человек 50 лет Андреем, и вдруг стал Григорьевичем. Потому что концертов стало мало, как-то вот так жизнь повернулась. А тут меня стали приглашать, 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 а я отказывался, ведь в музыкальной школе. Я всю свою жизнь открещивался от преподавательской деятельности. Почему? И не понимал коллег-исполнителей, которые совмещали вот концертную практику. Зачем им преподавать? Ну, зачем это вот надо? И, честно говоря, пошел от безысходности, скажу честно. Ну, как я увлекся, как это оказалось интересно. Они все такие разные. Они все вот, у каждого есть свой прикол, к каждому можно свой подход. Их не только всех по-разному зовут. Они вот все разные. Когда приходят на индивидуальные занятия, вот с каждым получается как-то заниматься по-разному. И вот за эти два с половиной года я проработал в музыкальной школе, в школе искусства. Сейчас пошел мой третий год. Я могу же сказать, что я за эти два с половиной года кое-чему научился, потому что они меня тоже учат. Я их учу со своей стороны, а они меня учат со своей. Конечно. Варя, а сколько ты занимаешься уже? Я занимаюсь три года. Третий, да, она в третьем классе, у нас начался третий учебный год в школе искусства. А сейчас ты в каком классе? В третьем. То есть с первого класса прям занимаешься? Да. Нравится? Да, очень. И чему вас учит Андрей Григорьевич? Расскажи. Пению. У нас пение, хор индивидуальный. То есть у вас групповые занятия музыкальные и индивидуальные занятия? Да. А еще народное творчество. А вы спектаклики ставите? Ну, мы ставим сказки. Сказки, да. И какую сказку вы поставили? Курочка-ряба. У нас вообще называется отделение сольное народное пение, вот на котором учится Варя. И еще есть второе отделение, это фольклор. То есть у меня здесь разные, вот с разных программ. Вот наши номера, они рождаются, как правило, из упражнений. Из распевок, из вокальных и речевых упражнений. Вот мы поговорили, жили-были, 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 дед и баба, жили-были, дед и баба. Ну, а что мы просто жили-были? Давай-ка дальше. И дальше, и дальше. У нас рождаются номера, мы их придумываем прямо по ходу. Мне очень нравится этот процесс, но самое главное, что нравится им. Да, я вижу по голосу, что он нравится. Кого ты играла в этой сказке? Курочку-рябу. Главную роль, можно сказать, да? А кто там еще? Какие персонажи? Дед, бабушка и мышка. А еще яйцо. А яйцо? Кто играл яйцо? Мама моей одноклассницы, Настя, сделала яйцо. У нас было такое большое яйцо из золотой ткани, да. Да, и Ева у нас, коллега Варвара, она выбегала на сцену, говорила, во какое! И все шушу-кульц кричали, а она кричала, тихо! Бить будем! И дальше пели, дед бил, не разбил, баба била, не разбила. Варя, то есть вы не просто учитесь, вы еще и выступаете, я думаю, да? Да. Вы ходите на сцену. Не страшно? Ну, чуть-чуть. Но артист должен волноваться, да? И небольшая доля здорового волнения, она всегда должна присутствовать, это же помогает. Это мобилизует. Это мобилизует, это активизирует, это зрители держат в тонусе. Ну, расскажи какую-нибудь историю, как вот... Андрей Григорьевич вел концерт, а потом, можно сказать, он превратился в Деда Мороза. Это было неожиданностью для вас? То есть у него отросла борода вдруг, да? Пока они пели свою сказку, у Андрея Григорьевича отросла борода, костюм с бабочкой сменился на красный сюртук. Это, кстати, не было отрепетировано, вот Варька молодец, она у всех... У Варьи есть редкое свойство. Когда она оказывается внутри ансамбля, она вокруг себя всех как-то кучкует, организует, мобилизует, и все как-то лучше поют, лучше двигаются, лучше разговаривают, лучше актерски подают себя на сцене. Да, Варвара? Да. Да, Андрей Григорьевич, сказала громко Варя. Да мне теперь просто не терпится услышать, как Варя поет. Давайте. Песня называется... Гуси. Гуси. Мы слушаем. Жили у бабуси два веселых гуся, Один серый, другой белый, два веселых гуся. Один серый, другой белый, два веселых гуся. Мыли гуси лапки в луже у канавки, Один серый, другой белый, спрятались в канавке. Один серый, другой белый, спрятались в канавке. Гуси. 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 Музы. Гуси. Гуси. Выходили гуси, клонились бабуси Один серый, другой белый клонились бабуси Один серый, другой белый клонились бабуси Это была у нас песня про двух веселых гусей Варя у нас одна показала номер, который был отрепетирован на целый коллектив У нас мальчишки плясали в ластах У нас были смешные движения в ластах Гуси в ластах, у нас был очень смешной, хороший номер Кстати, Варька помогала мне делать к этому номеру забор Я приволок в школу большой картонной коробкой Мы ее вырезали и красили под такие старые засохшие доски Вот так что у нас такой интересный и хороший номер А вот Варя сказала, что вы преподаете, ну помимо вокала, народное творчество Что это такое? Можем подробнее? Вообще называется русское народное музыкальное творчество То есть мы там должны проходить песни, танцы, обряды Быт древних славян наших предков Откуда пошла есть песня русская Как она родилась, как она бытовала Как она устным вариантом передавалась от поколения к поколению Вот мы об этом говорим Но что мне нравится в этом предмете больше всего Вот это прям мой стимул такой Прямо двигатель мой Вести этот предмет Разговаривая о каком-нибудь событии Каком-нибудь празднике Ну вот, например, прошло пару недель назад Покрова Богородица церковь православная праздновала Ну, естественно, это одна из обязательных тем На предмете народное творчество Но мы не просто говорим, что вот покров Вот убран урожай Все собрались дома Как бы коровов стоили В осаду и в поле делать нечего Пришли на посиделки, поют Это как бы бытовая часть праздника А мы как раз рассказываем в большей степени Про то, что такое покров Что за Влахенская церковь Кому Богородица явилась И дети, вот то, что мне нравится Они как раз на эту часть На то, что касается православия Они реагируют Глубже, интереснее Задают мне кучу вопросов На которые, ну, еще пару лет назад Наверное, я бы ответов им не дал Поскольку в последнее время Как тут я прибиваюсь Все ближе, ближе, ближе к церкви Я много слушаю, читаю Узнаю сам И делюсь с радостью И вы должны быть готовы К таким вопросам Поэтому вы уже начинаете Вот такой вот интересный предмет И мне иногда бывает трудно начать урок Потому что забегают дети Шумят, кричат, они меня не замечают И как мне удается вот со словом Вклиниться И вот начинаются интересные Вот такие вот разговоры На которых я, может быть, даже готовить к уроку Я бы не предполагал, что мы об этом поговорим А мы говорим и об этом Ну, какие-то жизненные темы мы там говорим Вот дети часто задают вопросы Не относящиеся к теме предмета Ну, если совсем не относящиеся, что У нас там вчера кошка родила Там семерых котят Ра-та-та Все, поговорили бы А вот то, что все-таки Хоть как-то с народным творчеством связано Мы вот с радостью, с удовольствием И, надеюсь, с пользой Это все обсуждаем Но вы, помимо вокала Вы же занимаетесь каким-то Актерским мастерством с ними У нас нет предмета Актерского мастерства У нас есть вокал У нас есть ансамбль У нас есть народное творчество В прошлом году у меня еще была группа По хореографии Где мы с мальчишками Занимались казачьими движениями И умением владеть шашкой Вот сейчас у меня этой группы нет Там подсократили нагрузочку А актерским мастерством Мы тоже занимаемся как бы вот из-под воль Потому что мне неинтересно просто Ну, просто выучить песенку Да, вот-вот Жили у бабусь два веселого гусь Трам-трам Ну, как бы делать нечего У нас же маленький спектакль Да, сделать из песенки маленькие Или объединить несколько песенок И сделать из них Или вот наши некоторые номера Рождаются просто из Каких-то из вокальных упражнений Из речевых упражнений Из распевов То есть вы речью занимаетесь, да? Алексей, мы речью не то, что занимаемся Это у нас национальная беда Сейчас дети приходят в школу Не только без вокального голоса Они приходят в школу без речевого голоса И на первом уроке, когда говорят Здравствуйте, меня зовут Андрей Григорьевич Давайте представлю Ну, я так слышу, как дети представляются Да, и я переспрашиваю Говорю, давай еще раз Сергей, у нас вот одно, кстати, упражнение Маша, Варя И мы начинаем чувствовать живот Мы начинаем слышать Здесь у нас чего-то есть Вторая проблема Это логопедия То есть не только ребенок Не говорит на родном языке Он говорит еще с кучей разных дефектов Я, конечно же, не логопед Но какие-то дефекты иногда удается Поправить речевыми упражнениями А сцена помогает, обычно Сцена помогает, помогает образ Вот почему тоже отчасти Мне интересно этим заниматься Вот мы раздаем роли Да, вот ты будешь это Ты будешь там курица Ты будешь яйцо Ты будешь дед Сейчас мы ставим сказку Мух-цикотуха У нас там паук У нас там комарик У нас там, вообще, движуха А все тоже сложилось Из народных песенок Ну, и не только народных Кстати, я недавно заметил С помощью коллег Что родители Не замечают за своими Десятьми Для меня это было прям открытием Родители не слышат Логопедических дефектов За своим ребенком Даже если ребенку Ну, много лет уже подросткам И родители удивляются Когда приглашают Вот вы слышите Что она ве Фе Фе Нет, удивляется мама Я говорю Ну, приглядитесь Они понимают Вообще без слов Скажите А вот народное творчество Это всегда какой-то Ну, насколько я понимаю Да, это такая стилизация Ведь существует много разных Народных стилей Это сейчас затронули Болезненную тему Для фольклористов Вот в нашей сфере Существует несколько течений Да, есть течение Такое вот ортодоксальное Когда приветствуется только Вот то, что привезено Из фольклорной экспедиции Записано От бабушек От дедушек Эти записи расшифрованы Подлинные костюмы Из сундуков Где-то найдены Они чудом Еще сохранялись Они есть Из них делают Точные копии Уже из новых материалов А есть и подлинные И вот Люди, которые Приемлют только Такое бытование Народной песни Они Ревностно Очень за этим следят Не скажу Что это плохо Или что мне это не нравится Мне кажется Что это одна из Граней Да, вот Когда, например Ну, звук типа такого На гряной Не одели Русалки Сидели Раным Рана 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 Редак 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 песни, которые требуют не только такого громкого зычного звука, но и пения в голове. Вот мы Варю проводили, а то бы она вам сейчас изобразила тоненькое вот такое звучание. Например, как на севере-то поют. Да уж ты вьюга левью жливая, да метелек, да метелю жливая. Где каждый слов все только маленько-то. Да где нао-то говорят и поют. В каком классе учишься? Да в восьмом классе учусь. Это называется диалект. Мы, кстати, тоже об этом говорим на народном творчестве. Потому что где-то говорят и поют нао. А где-то говорят ная. Ой, люда. Как ноги не будешь болеть? Рязина. Летом в Рязине. В Рязани так говорят. Якают, акают. Еще и Т с мягким знакомом в конце. Или, например, как казаки у них Г. Г такое, да, вот в Таганроге, в Волгограде. Г такое. Казачьи парни у нас есть, поют. И залез из-за рощи Вышла ротушка Солдат. И так вот с казачьим, с таким, да с шашечкой еще так. Это называется стиль. Это называется региональный стиль. Потому что Россия страна огромная. Тоже дети часто путают понятие диалект и акцент. Русский язык и иностранный язык. Это все наш родной русский язык. Это безумно интересно. Это неисчерпаемый такой колодец. И он уходит со временем. Потому что уходят носители. Потому что нынешние бабушки, они уже люди, рожденные в советское время. И эта вот культура, она прямо и стаивает. И вот те самые фольклористы, о которых я вначале сказал, они это бережно хранят. Это прям такие вот важные люди, как моя коллега Анна Викторовна Бубнова, которая тоже в этой школе со мной работает, которая меня туда, собственно, и извращила. Наши советские вот эти детские песни вы не поедете? Ну, я иногда себе позволяю кусочки какие-то. Когда приходят малыши семилетние, да, когда вот, ну, что-нибудь, что ему близко. Там, мыли мылом ручки, мыли мылом ножки. Когда приходит совсем маленький ребенок, ему что-то тяжело. Кстати говоря, может быть, да. Да, да. А вы рассказывали мне о том, что вы принимаете участие в благотворительной деятельности. Я бы хотел, чтобы вы об этом рассказали здесь, в нашем зрителе. Ну, у меня так сложилась жизнь, что я недавно, два года назад я переехал в другой район. А вот тоже не без божьего промысла, наверное, это все произошло. А за полгода до того, как я переехал, я в этом районе проводил спектакль в детском саду. И еду обратно, стою на автобус-становке, думаю, какие дома красивые, новые, цветные, храмик такой маленький, деревянный, прям как вот в деревне. А я так всю жизнь, с детства, так в деревне жить хочу. У меня с детства прям вот были две, две раздирающие меня, два желающих. Мне хотелось очень на сцену, и очень хотелось жить в деревне или вообще в лесу. Чтобы скотина была, кура, чтобы ходили, чтобы коза облеила, чтобы горло было. Ну, и на сцену хотелось. И тут я вот переезжаю в район, где мой дом крайний. У меня в одно окно Москва, а во все остальные Московской области. У меня лес, пруд, у меня цапли под окном. И вот этот маленький деревянненький храмик. Естественно, что первым делом я туда отправился, и мы очень подружились с настоятелем. Замечательный у нас батюшка, мой ровесник Ирей Михаил Мешков. Ну, и они меня стали привлекать к своим таким благотворительным выездам в женскую колонию. Первый раз от храма я попал в женскую тюрьму. Со мной был шок вообще, когда вот эта вся проходная, вот эти проверки, ботинки, снимите каблуки, откройте термос. А со временем ничего весело, публика благодарна, они очень рады приездам. Выезжаем в дома престарелых. Ну, что бы для них это праздник вообще, ваш приезд. Для них праздник вообще, когда кто-то из-за забора зашел, а тут еще с песнями приехали, чего-то рассказывают, батюшки подарки дарят. Вот, и это такая деятельность, которая, ну, она богу угодная такая деятельность. В доме престарелых та же самая ситуация, как соседа, бабушки, дедушки. И ты понимаешь, вот как вот мы сегодня им приехали, они молодость вспомнят, там им сейчас из советской киношки чего-нибудь споем такое красивое. Старый клён. Красота. Андрей, вы нам споете сегодня что-нибудь? Ну, вот я думаю, что, наверное, из этой как раз области народных песен петь не буду, а вот как раз, поскольку мне сейчас приходится бывать по тюрмам и домам престарелых, вот давайте что-нибудь из советского кино. Я очень люблю, советский фильм, очень люблю песни из этих фильмов, потому что они, они вечны, они до сих пор поются, они звучат, эти все герои помнятся. Мы цитируем вот все наши любимые фильмы, мы их все помним, ну, практически наизусть. Благодаря песням. И благодаря песням. Бывает, даже фильм не помним. Да. А песню знаем. Да. Слушаем. И мы вспоминаем фильм «Девчата», всех замечательных героинь, и Александру Николаевну Пахмутову с вечно зеленым старым кленом. Старый клен Старый клен Старый клен стучит в стекло, приглашая нас с друзьями на прогулку. Отчего, отчего, отчего мне так светло, Оттого, что ты идешь по переулку. Отчего, отчего, отчего мне так светло, Оттого, что ты идешь по переулку. Снегопад, снегопад, Снегопад давно прошел, Словно в гости к нам весна Опять вернулась. Отчего, отчего, отчего так хорошо, Оттого, что ты мне просто улыбнулась. Оттого, что ты мне просто улыбнулась. Погляди, погляди, погляди на небосвод, Как сияет он безоблачно и чисто. Отчего, отчего, отчего гармонь поет, Оттого, что кто-то любит гармониста. Отчего, отчего, отчего гармонь поет, Оттого, что кто-то любит гармониста. Еще один любимый фильм Свадьба с приданным вермагузичным Васильевым в главной роли. На крылечке твоем каждый вечер вдвоем Мы подолгу стоим и расстаться не можем на миг. До свидания скажу, возвращусь и хожу, До рассвета хожу мимо милых окошек твоих. И сады, и поля, и цветы, и земля, И глаза голубые такие родные твои. Не от солнечных дней, не от теплых лучей Рассветают от нашей горячей, светлой любви. Если надо пройти все дороги, пути, Те, что к счастью ведут, я пройду, мне их век не забыть. Я люблю тебя так, что не сможешь никак Ты меня никогда, никогда, никогда разлюбить. Я люблю тебя так, что не сможешь никак Ты меня никогда, никогда, никогда разлюбить. Виноградную косточку в теплое зелье, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Синий буйвол и белый орел И форель золотая А иначе зачем на земле дым Вечно и живу Андрей, спасибо вам огромное, что вы напомнили нам вот эти чудесные песни, на которых мы все выросли и на которых хотелось бы, чтобы росли наши... Ну, по крайней мере, чтобы они их слышали. Да, чтобы они их слышали, потому что эти слова, они прямо от сердца. И эта музыка прямо из души. Я желаю вам удачи на вашем новом... Ну, все-таки три года всего лишь, да? Третий год, новом поприще. Скажите, вот как педагогу тяжело, я имею в виду бумажная отчетность, вот это вот, все вот это вот. Ну, помимо... С детьми-то хорошо, с детьми хорошо. Они дарят радость. Чтобы не превратиться в учителя, который весь урок пишет, журнал, дневник, методические тетради, индивидуальные планы, расписание в нескольких видах, расписание по предметам, по педагогам, по детям, по филиалам школы, по кабинетам, сквозные расписания и так далее. Тогда просто на ребенка не останется времени. Поэтому все это приходится делать дома. На это уходит куча времени, а это время можно было бы, конечно же, употребить на какую-то подготовку к урокам, на развитие, на что-то где-то посмотреть. Лишний раз. Мы с детьми, кстати, очень часто выходим за пределы школы, мы ездим на концерты и как выступающие, и как зрители. Андрей Григорьевич, я желаю вам терпения, крепких нервов, как-то там быстро эту отчетность, а главное, дети. Главное, дети. Я научился сдавать ее быстро, а главное, вовремя. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Спасибо, что позвали.